Начнем с вами с интересного такого заявления, о чем говорит премьер-министр Японии Кисида о том, что конфликт в Украине продолжит иметь затяжной характер и странам Большой Семерки необходимо быть едиными в поддержке Киева. Интересная формулировка, что здесь не говорится о том, что если мы прекратим помощь Украине, то будет затяжной характер, а немножко меняется местами. То есть это признание того, что конфликт в Украине, несмотря на контрнаступление, он все равно будет продолжительным. Да, это дело в том, что для Российской Федерации страны-агрессора выгодно затяжной конфликт, то есть и стратегии истощения. А для нас, в принципе, у нас стратегические партнеры, нам оказывают полностью военную помощь, не только военную, но и финансовую, ну и социальную в том числе. Поэтому уж никаких перерывов в выплате пенсии, социальных пособий не было, что это год, правильно? Поэтому они, помощь. Поэтому до тех пор, пока будет вот этот стратегический тыл, так называемый, стратегический тыл, это глубина стратегическая, в принципе, мы можем держаться. Поэтому он это говорит, что чем мы больше будем оказывать помощь, тем Украина будет держаться именно в военном плане и в гражданском. Поэтому здесь сама по себе логика, его заявление направлено против Российской Федерации и против ее видения стратегии на истощение Украины. Ну вот, кстати, недавно спикер Кремля Дмитрий Песков выдал в эфире обновленные заповеди для россиян. Теперь, оказывается, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока обстрелы территории Российской Федерации со стороны Украины не прекратятся. То есть здесь Песков, он демонстрирует такое непонимание элементарных вещей, и что именно так называемая специальная военная операция Путина стала причиной проблем приграничных районов Российской Федерации. Нет, ну почему? Они прекрасно все понимают. Один же действует вот эта стратегия, которая стратегия истощения, они поставили цель. Цель сначала была одна, Брискрик, потом цель поменялась, вторая осталась, они не понимали, что делать. После сентября 2022 года опять поменялась задача. Вот сейчас задача истощения. Поэтому у них одно дело, что не говорят, другое дело, что не делают. Мы же понимаем, что Песков, он выступает так называемым коллективным Путиным. Вот коллективный Путиным выдает все нарративы, которые есть у Кремля. Поэтому заявление его в рамках их стратегии. А наша задача, в принципе, совершенно другая. Поэтому все вот это идет больше не вовнутри, а вовне. Вот он заявляет вовне. Это для так называемого глобального юга. Что они будут больше до тех пор. Но мы готовы на переговоры в любое время. Правильно? Мы готовы на переговоры в любое время. Это для глобального юга. Поэтому здесь эта информационная война в рамках так называемой гибридной войны. Я называю это третья мировая гибридная война. Вот так можно назвать. Вот в рамках того, что сейчас происходит. Я почему говорю, что непонимание. Ну, конечно же, было бы проще убрать не симптомы, а первопричину. И все, война бы закончилась. Как недавно Буданов дал совет Путину, что выводи войска и попробуй дать шанс будущему России. Вот и весь ответ для разрешения этой войны. Вот, кстати, как раз по этому интервью хотел бы кратко с вами пройтись. Буданов говорит, что Украина не пытается ликвидировать Путина, но его смерть изменит ситуацию. И этот момент надо будет использовать. Вот хотелось бы понять, каким образом Украина со своей стороны может использовать это предоставление какого-то политической альтернативы или политических решений. Или, с другой стороны, военных решений для Украины, для того, чтобы обезопасить себя в будущем. Нет, это в рамках информационной войны заявление все это. Мы же прекрасно понимаем, что информационная война, в том числе информационная война в едином плане, который проводит Запад. Раскол России. Для того, чтобы когда будет раскол, тогда не будет экономической военной силы для того, чтобы оккупировать Украину и выйдут войска. Это как 1917 год, ну и афганская война, которая привела к развалу Советского Союза. Это в рамках вот той парадигмы идет. Ну, я, то есть, это, я считаю, поверхностное мнение. То есть, поверхностное мнение Запада, поверхностное, примитивное. Будет Путин, умрет он, не умрет, это ничего не изменит. Потому что, видите, сейчас поднимается, так называемый, ура, патриоты. Ну, Пригожин, да, Пригожин. Это ж он возглавляет, он в информационном поле занял второе место после Путин. Вы же видите, вы же журналисты, вы же замечаете. Он может, ему дано право заявлять такие, делать такие заявления. Материться в прямом эфире, значит, ругать высшее военное руководство. Это ж не каждому в России, правильно? Не так ведь? Поэтому, вот этот, называемый, ура, патриоты, это еще похлеще, чем Путин. Так вот, если произойдет то, о чем говорил генерал Буданов, то это еще неизвестно, к чему это приведет. Или той политики, что сейчас есть, медленного, ты сказал, экономического удушения и военного удушения, то есть медленной войны. А когда придут ура, патриоты, еще непонятно, что будет. Потому что они же требуют эскалации, эскалации, применения всех конвенциальных способов ведения войны, а конкретно всех конвенциальных вооружений. А это что это означает? Это означает наземно-воздушная операция. Но, с другой стороны, есть мнение о том, что когда Пригожин начнет решать свои вопросы, то ему будут не до войны, и он займется именно властью Российской Федерации. Потому что тот же Буданов, он говорит, что конфликт Пригожина и Минобороны Российской Федерации реальный. Пригожин в нем победит, и это приведет к военным трибуналам. И вот вспоминается недавняя история, когда депутат Государственной Думы Соболев, он раскритиковал ЧВК Вагнера, назвав их незаконным вооруженным формированием. Ну и там уже полетели такие ответочки и от Пригожина, и от Вагнеровцева. Они записывали обращение к этому Соболеву. Ему прямо угрожали о том, что будет ответ на Красной площади. Там много нецензурной лексики, я не буду уже цитировать. Но это есть симптом того, что в обленный момент эти же все войска, они развернутся и спросят уже с тех, кто в свое время не давал им боеприпасы, кто вел с ними свою внутреннюю войну. Я считаю, это маловероятно. Потому что, опять же говорю, стратегия есть такая, но она нацелена, направлена на неправильное... И эта стратегия выработана после анализа той ситуации, которая есть в Российской Федерации. Но я считаю ее неправильно. То есть этот анализ проведен неправильно. Первое. Дело в том, что не идет война вот этих групп, групп, вот эта группа Пригожина, да, с Путиным. Он не с Путиным воюет. Он воюет с другой, точно такой же группой. За власть. Еще раз повторяю, за власть. Он не с Путиным воюет. Путин, вы же видите, одна группа, вторая группа. На чем держится власть, нынешняя кремлевская власть? И всегда, кстати, она держалась. Начиная от московского царства, да, Иоанна Грозного, и заканчивая сейчас нынешней властью. На том, что разные группы влияния между собой борются, а царь, руководитель, ну царь, руководитель, генсекретарь в Советском Союзе, а сейчас президент, он находит над схваткой и влияет, то есть смотрит, кто из них победит. Так вот, идет борьба не с ним, а идет между ними. И он ведь дает возможность им бороться между собой. Он ведь дает, можешь в любой момент было заткнуть рот Пригожину, да, я заткнусь рот, это как они говорят, то есть это их выражение. Естественно, очень просто. Для этого есть соответствующие спецслужбы, приходят и раз, и был Пригожин, и нету его, правильно? Ну куда-то раз, и уехал в Африку, мы назовем, уехал в Африку в длительную командировку, правильно? А там, а почему аборигены съели куколь? Не знает наука, и тому подобное. Поэтому, еще об этом Высок степел. Поэтому ситуация чуть-чуть другая. Она идет, опять же, война между ними, а раз они воюют, это режим держится, на этом режим и будет держаться. Поэтому я считаю, что вот эта стратегия выбрана, она чуть-чуть, ну она имеет право на жизнь, но она не приведет к никаким заварухам среди российских, то есть среди граждан, и не то подобное. И приведет к тому, приведет к напряжению, и когда начнется там шевеление, когда будет поражение, вот серьезное поражение, вот типа как Японо-Русская война, да, в начале 20 века. Вот это привело к революции, а потом к революции 7-го, 5-го года, 1905 года, а потом 1917, по-моему, Первая мировая война привела к тому, тоже поражение, так же самое и поражение в Японской войне. Вот это да, это приведет. А вот эти все политические разборки, это знаете, это больше, кто придет, кто руку царя будет целовать, да, ну так, пришел, поцеловал, значит, ему по головке погладили, молодец, иди, все, и пошел. Ну, Олег Иванович, а может же в какой-то момент еще и возникнуть это известное выражение, что царь не настоящий. Тот же Жбуданов, он говорит, что Мариуполь посещал не Путина, его двойник, та же история с парадом, даже на 9 мая. У каждого человека есть свои анатомические особенности, такие как форма и рисунок ушей, и расстояние между глаз. Это были два разных человека. И вот такие заявления, когда уже звучат от официальных лиц, это уже не конспирология, то здесь приходится делать определенные выводы. Я информационные, я все, что проводится в рамках информационной войны, не комментирую. Вы же не экспертом спросили, правильно? Военные, эксперт в секторе обороны и безопасности. Я комментирую. Все, что касается информационных войн, это не моя профессия, поэтому я такие вещи не комментирую. Это выходит за сферу моих компетенций. Хорошо, я вас по-другому тогда спрошу. Может ли это быть, вот эта информационная война, направлена как раз на внутреннего пользователя, для того, чтобы усилить эти их битвы между собой, между этими кланами, и вызвать еще более бурление? Может. Для этого и направлено. Вот все задачи. Информационная составляющая состоит из трех. Первая, стратегическая, информационная война, оперативная, информационно-психологическая и ПСО, а на первом тактическом уровне боевая пропаганда. Вот сейчас мы видим и ПСО. То есть все, что происходит, то, что вы меня спрашиваете, это направлено в рамках обороны нашей страны. Обороны нашей страны не только на линии боевого соприкосновения, которые осуществляют силами обороны, но она и проводится, и ведется, и в информационной сфере, дипломатической сфере, кибер-сфере, электромагнитной сфере, космической сфере. Вот это все ведется. Поэтому мы сейчас говорим про информационную. Да, это также самое направлено на решение тех задач, о которых вы сказали. И, в принципе, она идет на когнитивные искажения представления граждан Российской Федерации, что реально происходит. Чтобы они задумывались, а царь настоящий или не настоящий, должны задумываться. Просто это бросается нарратив. В принципе, я считаю, делается все профессионально. Посмотрим только результаты. А так все по методологии, как учат в академии, все нормально. Это я могу прокомментировать, что делается все на профессиональном уровне, высоком профессиональном уровне. То есть, другими словами, сейчас Буданов делает такой клич ФАС для Российской Федерации. Нет, это не клич. Это он входит, опять же, в рамках информационной войны он занимает ведущую роль. Дело в том, что во всех странах мира есть военно-разведка. Есть. Ну, я говорю, цивилизованных есть военно-разведка. Так вот, военно-разведчик, руководитель военно-разведки самый засекреченный человек в стране. А у нас публичный человек. Значит, он, это же делано, потому что, это же делано с какой-то целью, правильно? Вы же говорите, вот что он заявляет. Это публично делает. Значит, он выполняет какую-то задачу. Есть единый замысел. Вот в этом замысле он выполняет эту задачу. Кстати, опять же, еще раз повторяю, на профессиональном уровне. Олег Иванович, спасибо вам огромное за вашу аналитику и за вашу позицию. Нашим зрителям хочу напомнить, Олег Стариков был с нами на связи. Друзья, не забывайте этому видео ставить ваши лайки. И также хочу вас призвать подписаться на канал Олега Старикова. Друзья, найдете вы ссылки в описании к этому видео. Обязательно подпишитесь, прослушайте то, чем делится автор со своим зрителем. И, конечно же, друзья, берегите своих родных и близких, и себя. Олег Иванович, вам желаю хорошего здоровья и до новых встреч на нашем канале.